Добрый день дорогие друзья и приветствую вас на своем канале, если вы у меня впервые. Меня зовут Мария. И сегодня я немножко хочу поговорить о лилиях. Сейчас начало июня, первая половина июня и начинают зацветать, готовятся к цветению эти прекрасные цветы, которые я думаю есть на каждом участке. И вы знаете, сталкиваюсь с тем, что очень многие люди именно лилии не подкармливают, а это надо делать обязательно. Вы знаете, любое растение, оно хочет кушать. И если на сегодняшний день мы еще как-то за розами, за гортензиями, за радодендронами ухаживаем, покупаем специальные удобрения, А вот эти вот милые красавицы, они тоже хотят кушать. Если вы хотите, чтобы цветение было длительное, намного длительное, нежели было ранее, и если вы хотите видеть их высокими, пышными и красивыми, то им нужна минеральная подклонка. Сейчас в принципе можно делать органику, можно делать настой трав, можно, допустим, я делаю из крапивы, ведро наполовину нарубаю крапивы, заливаю водой, сутки настаиваются, и потом поливаю. Но дело в том, что вот период, когда начинается цветение для цветов, для листьев, для самого стебля, требуется очень много различных и витаминов, и минералов, и здесь нужен фосфор, и здесь нужен кальций, и многое-многое-многое другое, то, что присутствует в комплексных удобрениях. Именно поэтому я подкармливаю свои лилии комплексными удобрениями. И, да, вот пример, может быть, это породия, я не знаю, почему так получилось, да, но вот эта красавица, она, по-моему, у меня, я просто не помню, у меня их очень много, по-моему, это первый год цветения, и как-то поздно я ее посадила, но, тем не менее, вот она, хорошенькая такая. И вот рядом, примерно, вот этот вот уже откормленный такой красавчик стоит, который собирается цвести. Ну, и если все-таки вам не очень хочется покупать удобрения комплексные, да, химические, так, скажем, по составу, вы можете, конечно, использовать навоз, вы можете использовать куриный, вы можете использовать коровий, только, пожалуйста, не в свежем виде, для того, чтобы не сжечь луковицы. В общем, чтобы не навредить вашим красивым цветам. Но тогда рекомендую вместе с органикой добавить калийные селитры, для того, чтобы все-таки укрепить цветы, да, сделать их более такими насыщенными, большими, крупными, и продлить их цветение. То есть здесь нам нужен кольцей. Я для своих красавиц использую комплексную подкормку. Самое простое, что можно купить сегодня в магазине, это суперфосфат. Здесь есть все, что необходимо для роста и для пышного цветения лилий. Вот такие вот они у меня готовятся уже цвести. Вот такие вот огромные шапки уже приготовила красавица к цветению. Лилия, который каждый год меня радует насыщенным бурным цветом. Очень длительное цветение. И вот здесь, да, тоже, как вы видите, очень мощные, сильные побеги. Подкормку я делаю в мае, как для всех растений, азотом, мочевиной. Сейчас так зайду, вот она уже, одна распустилась, красавица. Вторую подкормку я делаю вот сейчас, перед цветением. Вот здесь уже цвела очень редкая лилия, очень красивая. Лилия тюльпан, априкат фадж. Необыкновенно красивая, интересная очень лилия. На сегодня у меня все. Я желаю вам всех благ, цветения вашим садам, чтобы они радовали вас, создавали хорошее настроение и дарили вам здоровье. Всего доброго, до свидания. Заходите ко мне в гости, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если понравилось видео, делитесь с друзьями. И я жду вас снова к себе в гости. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok